Жители Владивостока нередко встречают на улицах нашего города необычно одетых людей, которые начинают свое шествие со слов Харе Кришна, Харе Рама. Но не все знают об особенностях этой культуры. Шумные и нарядные. Их неизменно слышно еще до того, как они появятся в зоне видимости. В народе их называют кришнаитами. Сами же они себя именуют обществом сознания Кришны. Шумные и нарядные. Наша съемочная группа побывала в местной религиозной организации «Общество сознания Кришны», где как раз праздновали День явления Кришны. Это знаменательный ведический праздник, который отмечается очень широко в Индии и является всенародным, даже несмотря на различные вероисповедания. Это день рождения Господа Кришны на земле. И все преданные Господа Кришны, они с радостью приходят и занимаются служением, дарят подарки. Сегодня привел самый большой праздник в жизни. Это день рождения Господа. И такой, знаете, мед, который происходит, такая искренняя молитва. Людей, которые любят Господа, славят Его, возносят Его в танцах, в пении. Люди, объединенные бескорыстным желанием служить Богу, готовы делать многое из горы, сворачивать, идти навстречу Богу. Сюда даже просто можно встретить кришнаитов на улице и уже жизнь изменится. Просто помахать им рукой, когда идет Харинама по улице, когда пьют и танцуют. Можно просто им помахать рукой и уже жизнь изменится. Кришнаизм. Высшим объектом поклонения является Кришна, который определяется как причина всех известных причин. Творец Всего Сущего, Высшая Личность, Господь Бог. Мы отправились на поиски истины и узнали многое об одной из древнейших религий на Земле. Сам по себе кришнаизм в простонародье вообще это не совсем правильный термин, потому что существует традиционная культура, пришедшая из Индии, это вайшнавизм, поклонение вишну. Просто Кришна – наиболее популярный образ вишны. Вишну и Кришна – это одна Личность. Просто, можно сказать, Вишну – это Бог на работе, который проявляет все могущество. А Вишну, который проявляет свою сладостную природу в различных лилах, так называемых играх, он, привлекая к себе внимание, проявляет самое-самое сокровенное, самое-самое, можно сказать, интимное, и поэтому он больше всего становится популярным. Это движение начинается с одного человека, и им же заканчивается. Несмотря на то, что он умер 45 лет назад, Свами Прабхупада, и его имя переводится как «Тот, у чьих ног сидят мастера», по-прежнему остается центральным духовным учителем. Есть различные уровни посвящения в духовной практике, в духовной жизни. Первое посвящение – это просто знакомство. Это неофициальное посвящение, просто человеку необходимо узнать и либо принять, либо полюбопытствовать хотя бы в какой-то степени теми правилами и принципами, которыми мы руководствуемся. Потом идет официальное посвящение. Официальное посвящение – это когда человек готов принять обязанности, которому должен следовать в течение жизни. И есть четыре основных принципа, религиозных, можно так сказать, ну и также культурных. Это отказ от незаконных половых взаимоотношений или отказ от незаконного секса, то есть сексуальных отношений только в браке, законной женой. И туда же включается принцип максимального по возможности соблюдать верность отношений. Второй принцип – это отказ от азартных игр или отказ от любого рода мошенничества. Это позволяет нам не участвовать в каких-то махинациях, особенно финансовых махинациях, либо вести такой образ жизни, строить такие отношения, где есть опасность там обмана, как говорится, предательства какого-то. Также отказ от мессоединения, или это звучит как ахимса, отказ от насилия, четвертый принцип уже, отказ от интоксикации, либо от любого рода дурманищих средств, начиная с самых простых, это сигареты, алкоголь, потом наркотики и любые дурманищие средства, вплоть до того, что порой мы отказываемся от употребления кофе и чая, потому что они считаются напитком со слабым наркотическим действием. Каким бы ни было будущее движения Харе Кришна, в ближайшие годы все равно не появится никого, кто бы мог с ними сравниться в популяризации своей веры. Очень многие люди считают, что кришнаиты – это все сектанты, что это секта. Можете ли как-то опровергнуть это мнение? В первую очередь я хотел бы немножко объяснить, что можно подозревать под этим словом «секта». Изначально сама по себе секта – неплохое слово, и не обязательно оно должно иметь негативное значение, потому что сектор – это всего лишь сектор, часть. То есть часто бывает, что мы живем в своих частях, в своих секторах. Например, моя собственная семья, жена, мама, дети – это моя секта. То есть она отличается чем-то от общего социума. У нас есть свои общие принципы, правила, которым не все следуют, но нам они интересны. С этой точки зрения у нас есть какие-то определенные отличия. И некоторые говорят, что мы сектанты, они отчасти могут быть правы, потому что у нас есть свои правила, принципы. Но основополагающие, жизнеутверждающие и развивающие принципы, они для всех. И у нас они тоже присутствуют. И в этом смысле мы не отличаемся от большинства людей. Поэтому сказать, что мы только секта, это будет слишком категорично и предвзято. Насколько мне известно, мальчики, которые становятся кришнаитами, их не берут в армию. А бывает ли такое, что мальчик специально становится кришнаитом? Если есть такие кришнаиты, которые хотят уйти от этой ответственности, конечно, если они живут в духовной жизнью ради ухода от ответственности, они везде проявляются как безответственные личности, и прогресса особо не видно. Поэтому для духовной жизни это также неблагоприятно. В свое время у меня тоже были определенные сложности, меня комиссовали, и я не пошел, как сказать, полный служить. Но в дальнейшем мне пришлось этот вопрос решать и восстанавливать свое положение как военнообязанного. Поэтому это не принцип, это не правило, это не рекомендация, это может быть индивидуальный подход каких-то отдельных личностей, такое возможно, я допускаю. Но среди моих, как сказать, единоведцев, не знаю, большая часть все-таки людей, которые служили, как полагается. Анатолий пришел в кришнаизм 11 лет назад. Нам он рассказал, что же именно его привело в эту культуру. Я просто искал Бога, я искал ответы на свои вопросы, где настоящее счастье, почему неужели все заканчивается с нашей смертью, с чувствованием этого физического тела. Я искал любовь, я искал настоящих друзей, я искал настоящую философию, которую можно было применить к жизни и жить с ней. И вот так я пришел в Харикришна. Какая была реакция у близких? Замечательно. Потому что, когда я пришел в Харикришна, я перестал употреблять алкоголь, я перестал употреблять любые интоксикации, стал вести здоровый образ жизни, еще больше читать и так далее. Поэтому, в принципе, все мы самые близкие люди, они были рады этой перемене событий. В обычной жизни я человек, который занимается многими вещами. Я занимаюсь бразильским джиу-джитсу, я очень много читаю. Я также являюсь автором интервьюинговых программ, то есть пробую себя в плане журналиста, поэтому моя жизнь наполнена и мы все в этом мире ищем счастье, вольно или невольно. Мы ищем какие-то объекты, которые делают нас счастливыми, кого-то счастливыми делают прекрасные женщины, кого-то дорогие автомобили, кого-то огромный счет в банке. Но, как показывает практика, у всех этих людей происходит определенный момент, когда счастья именно в этих вещах уже недостаточно. Вот уже много лет они танцуют и поют на улицах нашего города, люди, которые счастливы всегда и везде, без каких-либо допингов и внешних причин. Вот видите, мы сейчас проводим на Шамаре мероприятия, раздаем людям вкусную вегетарианскую пищу, показываем какие-то моменты, связанные с историей и культурой Индии. То есть мы не отрекаемся от всего. Мы обычные люди, но тем не менее мы верующие, и поэтому мы живем и стараемся удовлетворить Бога, чтобы Он был доволен тем, как мы здесь, соответственно, на земле проводим свою жизнь. Давно не было.